Ну, поехали! Я в прошлый раз вам рассказал какие-то совсем вводные вещи, что есть глубинное обучение, что концепция end-to-end, так называемый. Мы, кстати, много будем с вами ковыряться. Я рассказывал вам про то, что есть какие-то представления не всегда правильные о том, как установлены нейроны, и нейронные сети придумывались как некоторый вычислительный аналог этого дела. Правда, оказалось, что это не совсем правда, потому что в голове там по-другому все устроено, но, тем не менее, название с такими моделями нейронные сети сохранилось. Но правильнее называть графами вычислений или глубинными моделями. Мы с вами говорили в тот раз про конкретный пример таких моделей. Это полносвязные сети с полносвязными слоями, где там есть нелинейности еще. Ну и вот, собственно, какие-то примеры вы уже знаете. Сегодня мы поговорим про очень важную штуку, без которой странно двигаться дальше. Мы поговорим про то, как обучать такие модели. Причем здесь преимущество в том, что вот когда мы разговаривали про классическое машинное обучение, там везде подходы к обучению были свои. Разбираемся с недавно ближайших соседей, там обучается одним способом. Разбираемся с линейными моделями, там другой способ. Разбираемся с деревьями, третий способ. Разбираемся с бустингом, четвертый способ. То есть там везде как бы мы что-то придумывали новое. Вот в глубинном обучении большое преимущество, что мы один раз обсудим подход к обучению, и он будет работать, в принципе, везде. Могут возникать какие-то небольшие там докрутки, доработки, но в целом это очень такая рабочая схема. Но если время останется, мы начнем с вами новую тему. Будем говорить про сверточные слои, сверточные сети. Это будет такая большая тема на месяц или, может, даже больше. Для начала, значит, давайте мое любимое. Вот можете посмотреть и сказать, какая из этих формул описывает шаг в градиентном спуске. Вы же, наверное, помните все с прошлого семестра. Напишите номер, что из этого шаг градиентного спуска. Как-то слишком много правильных ответов. Хоть кто-нибудь неправильный бы написали, что ли, для разнообразия. Пять. Да, вот, пять неправильно. Три тоже неправильно. Семинар уже был. Слушайте, семинар ничего не значит. Обычно не помогает. Номер и, номер ноль. Да, все правильно. Ну, действительно, второй, значит, вариант правильный. Ну, давайте я вам кратко скажу. Значит, в градиентном спуске мы берем параметры, которые уже есть, вычисляем градиент в этой точке, то есть смотрим, куда нам менять параметры, чтобы ошибка уменьшилась сильнее всего. Берем, значит, некоторую длину шага и вычитаем градиент с длиной шага из текущего набора параметров. Получается новый набор параметров WT. Это такая процедура, которую мы использовали для обучения линейных моделей в прошлом семестре. Ну, так довольно рабочая схема была. При этом мы останавливали эту процедуру в разных случаях. Ну, вот там я вам говорил, что, например, такая типичная ситуация. Мы смотрим на новый набор весов, смотрим на предыдущий набор весов. И если они не сильно отличаются, то есть как бы разница между ними меньше, чем эпсилон, то тогда мы прекращаем процесс. Ну, вот в случае с глубинным обучением вот такое нам будет не очень позволительно, потому что там у нас будет параметров, ну, гигантское количество. Какие-то гигабайты параметров могут быть. И хранить и предыдущий набор параметров, и новый, ну, мы просто не выдержим. Поэтому будем пользоваться какими-то более простыми вариантами. Например, после там каждого, например, тысячного шага мы будем проверять ошибку модели на тестовой выборке. И если мы увидим, что она перестала убывать, то есть она там стабилизировалась или начала расти, например, то мы просто будем прекращать обучение. Вот такой более, скажем так, инженерный подход, который здесь хорошо работает. Ну, картинки даже не буду вам показывать. Наверное, это неинтересно. Давайте перейдем уже к самому такому главному. Значит, как все это можно использовать при… А, так, сейчас вопрос. Как мы понимаем, что она перестала убывать? Ну, в смысле, ну, вот, значит, вы рисуете. Вот, значит, измерили ошибку на тесте. Она вот такая. Измерили через тысячу шагов. Она вот такая. Измерили еще. Она вот такая. Измерили еще. Она вот такая. Потом раз – она вот такая стала. Можете, например, сразу остановить, да, потому что расти начала. Можете еще подождать и, например, убедиться, что она дальше тоже немножко возросла. Вот. То есть тут можно придумать критерии, но я бы говорил, что если она… Простите, что-то сегодня сонный день какой-то. Мало кофе выпил пока. Значит, можно считать, что если у вас там на каком-то шаге уже она стала больше, чем раньше была, то уже можно прекращать. Вот. По самым простом варианте так. Вот. Ответил Михаил на ваш вопрос? Вот. Значит, смотрите, как у нас будет устроено обучение. Вот мы с вами помним, что вот эти вот самые графы вычислений, нейронные сети, они устроены так. Есть вход какой-то признаки объекта. Есть там слои. Первый полносвязный слой, например, или какой-то еще другой слой. Другие будем тоже изучать еще в будущем. Нелинейность. Еще один слой. Ну и там в какой-то момент все. Мы говорим, что заканчиваем. Вот ответ модели. Дальше, значит, после того, как модель выдала свой прогноз, можно измерить ошибку. У нас есть функция потерь L, в которой мы говорим, что вот правильный ответ такой, Y, вот он у меня здесь, а модель выдала вот это. Скажи, насколько модель не права. И функция потерь говорит, например, там 100. Это означает, что вот ошибка, ну явно не 0, есть куда расти. Да. Вот. Так, что мы называем слоем? Слоем мы называем просто какую-то функцию. То есть вот она на вход принимает там какой-то вектор X, и она, значит, с этим вектором что-то делает, дает другой вектор Z на выходе. Вот. То есть просто некоторое преобразование из одного вектора в другой, из одного набора чисел в другой набор чисел. Ничего более хитрого. Значит, смотрите, получается, что вот в этом случае моя модель – это два полносвязных слоя и нелинейность. Скажите, а где вот в процессе вычисления этой модели у меня зарыты параметры? Вот где они здесь? Да, да, в полносвязных слоях действительно. То есть параметры как раз-таки находятся вот где-то здесь, в FC1, FC2. Ну, потому что как бы у меня же полносвязный слой, помните, это там какие-то вот куча линейных моделей. Я беру входы и с какими-то весами их суммирую много раз. Эти веса – это как раз и есть параметры. Вот получается, что мне нужно как-то подобрать параметры внутри этих полносвязных слоев. Как я буду это подбирать? Ну, вот у меня есть функционал ошибки. Это средняя ошибка по всем объектам. Ну, и вот я буду, значит, минимизировать этот функционал. Я хочу проминимизировать ошибку на всей выборке. Хорошо. Ну, мы с вами знаем, что такие, значит, задачи оптимизации хорошо бы решать градиентным спуском. Скажите, а в каком случае можно применять градиентный спуск? Вот когда я могу градиентным спуском искать минимум какой-то функции? Да, если вот эта функция, вся вот эта функция дифференцируема. То есть, если вот у этой штуки я могу посчитать производные, тогда я могу делать градиентный спуск. Эта штука должна быть дифференцируема. Тут еще был вопрос, что такое f. f – это нелинейность. Ну, вот мы в прошлый раз разбирали, что, например, популярная нелинейность – это максимум из входа и нуля. Вот. Ну, вот, например, такая. То есть, да, это что-то, что мы зафиксировали, выбрали какую-то нелинейную функцию. Ну, потому что если ее не делать, то у меня много полносвязанных слоев. Это то же самое, что один полносвязанный слой. И, значит, вот можно дальше пользоваться. Ну, вот, Владислав правильно говорит, что желательно еще строго выпуклая, чтобы была эта функция. Да. Но здесь мы о таком даже мечтать не можем, потому что вот эти вот, значит, модели, они слишком сложные. Там точно не будет выпуклости, поэтому будем страдать и работать с локальными минимумами. Вот. Нелинейность параметра или фиксирована? Нелинейность фиксирована. Внутри нее могут быть параметры, бывают нелинейность с параметрами, но мы будем использовать фиксированные. То есть, просто вот взяли вот такое, решили, вот, значит, так вот начальственно, что рилу используем, максимум из нуля и аргумента, и все. Оно есть. Почему слой называют полносвязным? Ну, давайте напомню. Потому что, вот смотрите, у меня есть x, допустим, да? Ну, вот, например, на входе у меня три признака. Вот. И, допустим, на выходе полносвязного слоя два числа. Я получаю. Z1 считается как линейная комбинация, то есть сумма с весами, всех трех входов. Z2 считается тоже как линейная комбинация всех трех входов. То есть, получается, что у меня каждый выход связан с каждым входом. То есть, есть все связи. Поэтому вот такой слой называется полносвязным, потому что все выходы со всеми входами у меня связаны. Так, у нас дифференцируются только невырожденные матрицы. Ну, слушай, дифференцирование матриц – это вообще вопрос отдельный, смотря почему дифференцировать. Давайте пока не закапываться в это. Значит, такой двудольный граф. Не без этого. Итак, мы с вами обсудили, что градиентный спуск можно применять, если у меня можно посчитать производную от вот этого моего функционала ошибки. Ну, давайте разбираться, как это сделать. К счастью, у меня, опять же, что-то я рано слайд включил, у меня все эти преобразования, они дифференцируемы. То есть там полносвязный слой – это что там? Линейная комбинация. Можно производной посчитать. Нелинейность – тоже мы будем брать ее такую, что производная есть. Функция потерь – тоже дифференцируемая. Композиция дифференцируемых функций – тоже дифференцируемая. То есть получается, что, в принципе, моя ошибка – да, у нее есть производные, остается их только правильно посчитать. Вот, Алдар спрашивает, количество входов и выходов, связанных друг с другом, или МН – любые зависитые задачи? Да, любые. То есть МН можно брать любыми, любые комбинации возможны. Итак, нам нужно посчитать, вот, допустим, мы хотим обучать веса, нам нужно посчитать производную ошибки по каждому параметру, по каждому там весу, который есть внутри нашей модели. Ну вот, допустим, есть там где-то внутри моей нейронной сети, внутри графа вычислений, какой-то вес, дубль вожитая. И вот мне нужно посчитать производную ошибки на каком-то объекте конкретном по этому весу. Если я научусь такое делать, я научусь считать производные ошибки по всем параметрам, я смогу делать градиентный спутник. Мне нужно в эти производные научиться считать. Давайте учиться это делать. Ну, сейчас записано это в очень общем виде, поэтому давайте какой-нибудь более простой пример. Допустим, у меня задача регрессии, и я считаю среднеквадратичную ошибку. Тогда у меня просто будет ошибка такая. Смотрю на выход модели, смотрю на правильный ответ, смотрю квадрат отклонения. Такая вот ошибка. Ну, значит, вот надо посчитать производную вот этого дела по дубль вожитому. Ну, давайте, тупой вопрос, но задам все равно, чтобы, опять же, у нас активность какая-то была. Скажите, а где вот, собственно, вот здесь дубль вожитая сидит? Где оно? Ну, да, конечно, оно вот здесь. То есть это параметр моей модели, один из параметров. И вот где-то внутри А этот дубль в используется. Ну, давайте считать производную. Значит, мы с вами знаем из курса матанализа, кто изучал, да, найдите х, вот он, да, 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 ровно так, ровно так. Ну, вы посмеялись, поговорили, что плохого. Я вот отдохнул, не говорил пару секунд, тоже полезно. Ну вот. Так вот, значит, мы знаем из курса матанализа, что производная вот такой функции вычисляется вот как. Это будет, собственно, 2 умножить на то, что в скобке под квадратом А минус У и Т умножить на производную А модели по дубль вожитом. Это вот как бы то, что называется правило дифференцирования сложной функции. Опять же, кто там не помнит, там некомфортно себя чувствует дифференцирование сложных функций, рекомендую повторить. Там полно материалов, можно там, если на английском будете искать, называется Chain Room. Вот, можете почитать тоже. Короче, вот рекомендую с этим познакомиться, если не знакомы. Ну, а пока можете принимать так, что, ну, вот я вот знаю откуда-то свыше, что вот эта производная считается вот так. Давайте поймем по сути, что эта формула означает. Значит, что такое производная вот какой-то вот ошибки по дубль вожитому? Это, по сути, какое-то число, которое говорит, насколько сильно у меня отреагирует ошибка, насколько сильно у меня вот этот квадрат изменится, если я немножко пошатаю дубль вожитом, дубль вожитая. То есть, если у меня ошибка вот эта от дубль вожитого вообще не зависит, то есть дубль вожитая меняю как угодно, ошибка не меняется, Тогда производная будет 0. Если у меня w-житая, я меняю капельку, а ошибка там радикально изменится, производная будет большая. Производная – характеристика того, как сильно изменение w-житого приведет к изменению самой ошибки, того, что вот в квадратике здесь. Это то, что мне нужно найти. И вот эта формула говорит, что то, как сильно ошибка изменится при изменении w-житого, складывается из двух множителей. Первый множитель – Говорит, насколько сильно изменится ошибка, если я поменяю выход модели. То есть, если у меня эта штука равна нулю, значит, у меня при изменении выхода модели ничего не поменяется. Если у меня эта штука большая, ну да. Короче, мы сейчас разберем это на примере. Мы сейчас поймем, почему это говорит о том, насколько сильно изменится ошибка при изменении А. А второе слагаемое говорит, насколько сильно у меня изменится сама модель, если поменять дубль выжитая. То есть, у меня ошибка изменится сильно при изменении дубль выжитого, если, во-первых, у меня сильно изменится сам выход модели при изменении дубль выжитого, а во-вторых, если у меня сильно изменится ошибка при изменении выхода модели. То есть, я вот так декомпозировал эту производную. Получается вот два таких множителя. Давайте на примере какого-нибудь разберем. Представьте, что у меня модель выдает 10, а правильный ответ у меня 9,99. Скажите, если у меня немножко поменяется выход модели, у меня сильно квадрат ошибки изменится? Ну, типа, если я вместо 10 напишу там, допустим, 10.01, у меня сильно поменяется квадрат отклонение? Не сильно, он там поменяется на, типа, одну десятитысячную, капельку самую изменится. Ну и по этой формуле тоже так получается. Вот эта часть, видите, она получается там, типа, 2 на одну десятую. То есть вот этот вот множитель про то, как сильно изменится ошибка при изменении выхода модели, он небольшой. А дальше все зависит от того, насколько сильно у меня выход модели изменится при изменении дубль выжитого. А если у меня, например, модель выдает 10, а yi выдает 1, вот сильно у меня изменится ошибка, если я немножко поменяю десятку? Давайте проверим. Давайте конкретно. Значит, вот сейчас, вот когда у меня вот так, у меня ошибка – это 10 минус 9,99 в квадрате. Это получается, что в этом случае у меня ошибка 0,01 в квадрате. Это что там? 0,0001. Если я меняю выход модели на 10,01, у меня тогда разница получится 0,02 в квадрате. Это у меня 0,0004. Вот, то есть получается, что вот в этом случае при изменении небольшого выхода модели у меня ошибка изменится на, типа, 0,003, ну, копейки. Теперь вот здесь посмотрим. Значит, у меня ошибка – это 10 минус 1 в квадрате. Это получается 9 в квадрате. Что там? 81, да? Да ведь? Ага. 81. А если я заменяю 10 на 10,01, у меня получается чего там? 9,01 в квадрате. Что у меня это получится? 81 целая. Подсказывайте. 81 целая, и это, значит, дело еще в квадрате. Ладно, посчитаю сам. 81 целая, и 18,01. Ну, то есть изменения, видите, побольше. Здесь было на 4, значит, десятитысячных, а здесь как бы изменения уже там в первом знаке после запятой. То есть заметнее, заметнее. Вот, и здесь как бы моя формула тоже это говорит. Здесь уже синяя часть будет 18, а не 0,02, ну, и зеленая остается. То есть действительно вот эта часть говорит о том, насколько у меня как бы влияет изменение выхода модели на итоговую ошибку, на итоговое изменение ошибки. Вот, такие дела. Ну, значит, вот такая формула получается. Может, вопросы какие-то тут есть сразу? Что-то пояснить? Нет? Нет вопросов? Более-менее понятно, что происходит? Ладно, что-то вы и на это не отвечаете тоже. Производные нужны для бустинга? Нет, нет, производные нужны для градиентного спуска. Сейчас как бы… Ну, чтобы вот то, что я показывал вам где-то, где-то у меня формулы были про градиентный спуск. Вот мы будем как бы сюда вот эти производные потом подставлять и находить минимальное значение ошибки. В предвкушении красивого слайда из чата, но это да. Вот, значит, ну, в общем случае, значит, дифференцирование сложной функции выглядит страшнее. Вот, значит, у меня изменение ошибки при изменении дубль-выжитого раскладывается тоже в два множителя. Собственно, вот этот множитель, это частная производная ошибки по выходу модели, он как раз вот тоже говорит, насколько у меня изменится ошибка, если я немножко пошатаю выход модели. А в этот множитель говорит, насколько сильно у меня изменится выход модели, если я пошатаю дубль-выжитая. Вот, то есть у меня как бы ошибка при изменении дубль-выжитого изменится сильно, если дубль-выжитая сильно влияет на выход модели, а выход модели сильно влияет на саму ошибку. Ну, тоже как бы вот такое правило. Ну, эти формулы, конечно, запоминать не нужно, но просто я вам показываю так по сути. Хорошо. Значит, мы научились с вами, получается, сводить. То есть вот это вот как бы то, что нам нужно для градиентного спуска. Вот производную функции потерь по выходу модели посчитать можно. Это там без проблем делается. Там автодифференцирование можно руками. Ну, типа у вас есть там функция потерь какая-нибудь, типа там логарифм, ну, логистическое, например, да, от экспоненты там е в степени минус z на y. Ну, производную у этого дела по z посчитать можно. Вот. То есть это, пожалуйста, легко. Ну, типа там бумагу взять и вспомнить правила школьные дифференцирования, и все получится. То есть вот этот множитель мы осилим. Теперь главный вопрос, как посчитать вот это? Как посчитать производную выхода модели по какому-то параметру? Давайте разбираться. Приступаем к красивым картинкам. Значит, ну, давайте вот представим, что у нас есть такая вот модель, такой граф вычислений, два входа, два признака на входе. И, значит, дальше первый полносвязный слой с выходами z1, z2, второй полносвязный слой с выходами h1, h2, ну, и последний слой, который нам дает уже ответ. Получается три полносвязных слоя. Давайте какой-нибудь конкретный пример. Допустим, у меня вот такие веса на каждом ребре написаны. Да, значит, я вот здесь специально рисую это все дело без нелинейностей. Понятно, что это смысла не имеет, но нам для примера пока этого достаточно. Давайте, значит, тут нет нелинейности, там, релусик, моет никаких нет, просто вот полносвязные слои подряд идут. Давайте хотя бы здесь научимся считать. Ну вот, значит, я тут какие-то веса для примера написал. Вот, например, на этом ребре вес 1. И вот, допустим, на входе у меня объект с признаками 5 и минус 1. Я могу посчитать, если я веса знаю, значит, дальше числа. Вот у меня получится, значит, вот такая модель. Вот, значит, какие-то значения. На выходе прогноз минус 13. Ну, давайте разбираться. Значит, вот он выход модели, минус 13. Скажите, вот если я поменяю немножко вот этот вес на этом ребре, у меня изменится выход модели или не изменится? И если изменится, то как сильно? Не изменится, да? Потому что у меня вот здесь ноль. У меня, типа, вот эта штука считается, как, типа, вот этот вес там 1 умножить на 0 плюс вес минус 1 умножить на 13. Вот, и как бы, что можно вместо единицы написать тут миллион, 10 в 6. Но все равно будет на 0 умножаться. То есть, если я буду менять этот вес, у меня вообще никак не изменится выход модели. То есть, получается, что производная выхода модели по вот этому весу, давайте я его там, не знаю, P1 назову. Производная выхода модели по P1 будет 0, потому что у меня никак не поменяется выход модели, если я буду шатать этот вес. Хорошо. Скажите, а вот от этого веса, который сейчас в кружочек обведен, зависит выход модели или не зависит? Зависит, да? А можете объяснить, почему? Если пошатаем, то, ну да. То есть, смотрите, допустим, я вот здесь вместо нуля напишу единичку. Тогда у меня вот этот, значит, как бы узел уже примет значение 7, потому что, ну, типа, 1 на 7 умножается, и выход изменится, да? У меня, когда вес был 0 написан вот на том ребре, у меня минус 13 был выход модели, я сделал вес 1, выход минус 6. То есть, получается, что действительно от этого веса следующие, как бы там, узлы и выход модели зависят, и зависят довольно сильно. А вот от этого веса у меня зависит выход модели, если я его буду немножко шатать. Зависит, зависит. То есть, смотрите, если я его поменяю, опять же, напишу 2 здесь, у меня изменится вот это, этот узел, из-за него изменится вот этот, из-за него изменится вот этот. Но не так сильно, обратите внимание. То есть, видите, вот я чуть-чуть поменял, ну, на единичку, у меня всего на единичку изменился выход модели. Вот. То есть, получается, что, видите, вот, ну, это мы эксперимент провели, а, как бы, вот надо это как-то теперь посчитать, надо какую-то формулу написать, которая будет определять, как у меня каждый из этих весов влияет на итоговый ответ. Какие влияют сильно, какие слабо. Ну, вот давайте попробуем. Давайте начнем с вами с простого. Давайте начнем вот с вот этого самого P1.1. Ну, вот скажите, от чего зависит, как сильно у меня P1.1 влияет на выход модели? Что влияет на то, как сильно от P1.1 выход модели зависит? Как мне это рассчитать? H1. Да. То есть, получается, что если H1 у меня 0, то как я P1.1 считать не буду, у меня ничего не изменится. Если H1 у меня там типа 10 в девятой степени, то есть гигантское число, то даже какое-то крошечное изменение P1.1 сильно изменит выход модели. И действительно, если посчитать математически, у меня получится вот такая формула, что производная выхода модели по P1.1 – это просто H1 от X. Чем больше H1 от X по модулю, тем сильнее у меня вес P1.1 влияет на выход модели. Ну, вроде логично. Теперь давайте рассмотрим V1.1. Давайте уже как бы по-серьезному все запишем. Значит, что такое у меня A? Как у меня считается выход модели? Это значит H2 умножить на вес P2.1, вот эта часть, и P1.1 умножить на H1. H1 давайте я распишу тоже. Значит, H1 – это у меня нелинейность. Вот теперь я ее напишу уже. Нелинейность F. Умножить на V1.1 на Z1, вот эта часть, плюс V2.1 на Z2, вот эта часть. Расписали. Нам нужно посчитать производную A по V1.1. Ну, давайте смотреть, как вообще, от чего это зависит. Вот если посчитать, значит, там все по уму грамотно, то у меня получится вот такое, что то, как у меня V1.1 влияет на модель, на выход модели, это производная A по H1 умножить на производную H1 по V1.1. Это тоже формула производной сложной функции. Тоже, опять же, рекомендую повторить. То есть получается, что у меня… Да, в картинке три слоя, да. То есть получается, что чтобы у меня V1.1 сильно влияло на выход, нужно, во-первых, чтобы V1.1 сильно влияло на вот как бы эту, на этот узел, и чтобы этот узел сильно влиял на A. Если как бы V1.1 сильно влияет вот на это, а вот это сильно влияет на A, то у меня производная будет большая. Можно посчитать? А вот если мне интересно, от чего зависит, как влияет W1.1 на A, это уже вопрос посложнее. Ну вот скажите, вот W1.1 в этот вес влияет на A через вот это ребро? Влияет, да. То есть у меня там W1 участвует в Z1, Z1 влияет на H1 через вот это ребро и так далее. Так, слой A2. Нет, смотрите, слой здесь, по сути, это вот это. Вот тут у меня один набор параметров, вот тут второй набор параметров, а вот тут третий набор параметров, да, то есть у меня как бы три набора весов здесь, здесь и здесь. Поэтому три слоя. Я один раз преобразую вход, потом еще раз преобразую слой и еще раз. Три слоя. Вот, значит, окей, через V1.1 влияет. А через V1.2 влияет? Сейчас, Егор, вижу ваш вопрос, отвечу на него, сейчас разберемся и отвечу. Да, через V1.2 влияет. W1.1 влияет на Z1. Z1 через этот вес влияет на H2. H2 влияет на A. Скажите, а через... Ну, ладно, здесь тоже. А через V2.2 влияет V1.1 на выход? Не влияет, да? Не влияет. Через V2.2 нет. Через это влияет. И в итоге... Так, сейчас тоже отвечу, да, давайте договорю и отвечу. В итоге, если посчитать по уму, то получается вот такая формула для влияния W1.1 на выход модели. Видите, такая сложная. Давайте с ней разберемся. Значит, тут два слагаемых. Что в первом слагаемом? Тут у меня влияние W1.1 на Z1, то есть в эту часть. Дальше влияние Z1 на H1, вот эта часть. И влияние H1 на A в этой части. В этом слагаемом у меня влияние Z1, точнее W1.1 на Z1 в этой части. Умножить на влияние Z1 на H2, вот эта часть. И влияние H2 на A в этой части. То есть, по сути, я нашел все пути, по которым W11 ведет в А, и по каждому этому пути посчитал производные. Вот как бы получается так. Так, Витя спрашивает, есть еще третья слагаемая x1 на z2 на h2. Нет, смотрите, а вот у меня же W11 на z2 не влияет. Если я W11 поменяю, у меня z2 никак не изменится. Естественно, такого влияния нет. Вот, там было два вопроса, давайте я на них отвечу. Значит, во-первых, вот очень хорошие вопросы, кстати, у Егора. Значит, вот учитываем ли мы, где это у меня было, где мы учитываем f здесь? А смотрите, у меня же вот это, это у меня h1. То есть в этой производной h1 по W11 у меня учтется f как раз, у меня учтется нелинейность. Вот, то есть внутри этой производной учитывается f, нелинейная функция. И был вопрос у Валерия, в каком порядке производится преобразование. Да, да, ровно по стрелкам, да. То есть я как бы чего? Я беру входы, посчитал z1, z2. Ну, z1 сначала посчитал, потом z2. Потом я их знаю теперь, теперь могу посчитать h1, h2. Ну и так далее. То есть, да, я могу вот как бы, неважно в каком порядке я иду, главное, чтобы как бы вот по этим стрелкам. И получится то, что надо. Так, влияние z1 на h2 тоже имеет вес? Да. То есть смотрите, то есть как бы у меня же вот если я W11 меняю, у меня z1 меняется. Из-за z1 меняется h2. Из-за h2 меняется a. Естественно, у меня влияние z1 на h2 тоже, вот, да, играет роль. Так, вопрос про влияние v2.2. Если мы все в каждом слагаемом сократим, то после суммы появится удвоенная дельта a на дельта v, что не равно тому, что слева. Так, Михаил не понял. А как мы это посокращаем? То есть это же не дроби, это же производ. Если вдруг вы про то, что типа как-нибудь вот так посокращать, то мы так не можем делать. Так нельзя. То есть как бы вот это, это просто некая там конструкция, которая нам дает производную. Это не дробь, это просто обозначение. Вот, поэтому нет, сокращать мы не можем. Поэтому тут невалидно. Так, еще раз про нелинейность. Проговорить как, где и зачем мы это учитываем, что это такое. Ну, могу рассказать, да. Значит, смотрите, я кратенько напомню, если мы будем просто считать, вот, например, z1 как сумму с весами x1, x2, там h1 сумму с весами и все, мы на прошлой лекции показали, что тогда вот такая модель будет эквивалентна тому, что вы просто a посчитаете как линейную комбинацию x1, x2. То есть, если вы вот просто делаете вот такие полносвязные слои, то у вас добавление этих слоев не добавляет как бы силы вашей модели. Чтобы это исправить, мы вставляем нелинейности. То есть мы говорим, что z1 – это не просто сумма там x1 и x2 с весами, а это еще какая-то функция f от этой суммы, где функция f любая нелинейная. Например, там вот есть такая функция relu. Есть там другие функции какие-нибудь, вот такая, например, есть, сигмоида. И вот оказывается, что если мы ее добавим, вот как бы после такой вот линейной комбинации, возьмем еще нелинейность, у меня тогда уже добавление новых слоев будет добавлять мощности моей модели. То есть вот для этого нужно, чтобы добавление слоев делало модель более сильной. Ответил? Так, эти производные – это не просто числовые коэффициенты из моделей каждого слоя. Вот если бы у меня не было нелинейности, да, это были бы просто коэффициенты. Но поскольку у меня еще нелинейности появляются, там еще добавятся производные вот этих нелинейных функций. То есть там чуть-чуть хитрее получится. Но тогда, ну вот, то есть получается, что как бы, чтобы посчитать производную, например, выхода модели по какому-то весу, мне нужно как бы обратно пройти по моему графу и посчитать там производную выхода по H1, производную H1 по Z1, производную Z1 там по этому весу. То есть я как бы при подсчете производных, по сути дела, вот двигаюсь наоборот от конца моей модели к началу, вот в обратную сторону, и считаю постепенно вот эти все производные. То есть видите, например, чтобы посчитать производную A по W1-1, я считаю производную, значит, A по H1 и по H2 сначала вот эти. Потом считаю производную H по Z, то есть производную H2 по Z1, H1 по Z1, вот эти. И потом уже считаю производные вот здесь. То есть я как бы наоборот в другую сторону иду по моему графу. Поэтому такой метод подсчета производных называется методом обратного распространения ошибки. Вот тут написаны полные формулы, но это я так, чтобы попугать вас на самом деле. Ну и цвета красивые подобраны, в принципе, здесь можно некоторое эстетическое удовольствие получить от разглядывания этого слайда. Вот, но, короче, я это к тому, что можно вот просто вот так рассуждая про пути от одного ребра к концу, понять, как производные считаются. Вот, значит, по-английски отмет называется backpropagation или error backpropagation, типа обратное распространение ошибки. И это такая вот, собственно, такая техника, как посчитать производные выхода графа вычислений по любому параметру. Вот таким обратным проходом. При этом оказывается… А почему? Ну это так, для страшности. То есть эти производные не нужны, но просто они тут написаны, чтобы вы могли себя проверить потом, если захотите, как по входам тоже посчитать производные. Ну да, вот, такие производные нам не понадобятся. Это так просто так написано. Вот. И, короче, более того, там оказывается, что реально вот backpropagation, его можно делать более эффективно. То есть там вы можете брать матрицы висок, умножать на эти матрицы определенным образом. В общем, там довольно эффективно он реализуется, но это нам уже так не очень пока важно будет. Скорее вот важно понимание, что производные посчитать можно. И это делается через вот такой обратный проход по графу и через подсчет производным. Вопросы какие-нибудь? Еще раз про backprop. В чем идея? Ну вот мы с вами формулы разглядывали, из которых стало понятно, что чтобы посчитать производную выхода модели по какому-то там весу, по какому-то ребру, мне нужно просто найти все пути от этого ребра к выходу. Ну, тут у меня их два. Вот первый путь, вот второй путь. И вдоль каждого пути перемножить производные и, значит, просуммировать их. То есть у меня, получается, нужно посчитать сначала производные А по H1, H2. Вот они. Потом производные в этих ашек по Z. Вот они. И потом производные Z по вот этому весу W1, H1. Вот у меня два пути. Вдоль каждого перемножил производные и сложил эти два произведения. И вот как бы вот так оно и считается. То есть я производные по любому весу могу получить, просто пройдя вот так в обратную сторону по этому графу и потихоньку считая производные каждого следующего слоя по предыдущему. Вот. Кирилл говорит, что производные по X понадобятся, если мы хотим изучить влияние, значит, изменение признаков на выход. Да. То есть, значит, где-то, ну, может быть, к концу этого семестра или в начале следующем мы будем это использовать. Да. Нам там пригодятся вот такие производные, чтобы, грубо говоря, подбирать входы, то есть искать такие вот входные, значит, данные, на которых там ошибка минимальна или максимальна. Или на которых, например, там модель больше всего уверена в каком-то классе. Да, это будет. Это будет, конечно. Просто и к тому, что вот при стандартном обучении это нам не пригодится. Еще вопросы? Пример в смысле, как делается бэкпропух, но это вот на семинарах уже. То есть вот вы в какой-то момент будете это делать на, значит, там, помните, Пайторче, вот, там вы это увидите. Руками посчитать производные я сейчас не готов. Это нереально. То есть я тут могу идею рассказать, но считать это кошмар. Это будут какие-то абсолютно бесполезные выкладки из кучи чисел. Мне бы не хотелось этим заниматься. Но если что, можете ко мне в личку потом прийти. Мы это обсудим. Нельзя ли за счет изменения подвыборок признаков пытаться находить не локальный, а абсолютный минимум функционала ошибки? Ну, это что-то странное будет. То есть у нас же, ну, данные, они вот есть, да, и как бы, а, ну, вы к тому, что, может быть, если мы будем обучаться на разных подвыборках, то получим, типа, более хороший оптимум. Ну, непонятно, как это делать. То есть оптимизировать по подвыборке не очень, вот непонятно, как непрерывно составлять подвыборки. Вот, то есть интересная идея, но я так сходу не придумаю, как это реализовать. Ну, ладно, это мы уже в сторону с вами закопались. Давайте пока не будем об этом. В общем, давайте так, если, значит, тяжело с тем, что было, приходите, там, проконсультирую, да, можем консультацию строить, да, если попросите вообще там на некоторое количество человек. Вот, а пока давайте побежим дальше. Надо бы еще немножко успеть нам. Значит, мне бы хотелось поговорить немного про, точнее, не так, мне бы хотелось начать говорить про картинки. И, собственно, обработка картинок, изображений, это будет наша тема на довольно большое количество занятий вперед. Ну, и вот давайте, значит, начнем с какой-нибудь простой задачи. Вот есть такой набор данных, называется МНИСТ. Не помню, как расшифровывается, может, в чат кинуть. Значит, это очень такой древний датасет, в котором просто такие рукописные циферки. И нужно вам по рукописной циферке понять, что это за цифра из 10 вариантов. Ну, и видно, что тут довольно затейливая задача на самом деле. Ну, нули, ладно, уж нули-то везде на нули похожи. Но вот, например, ну что тут у нас такое вот? Вот, например, вот семерки, вот они бывают, конечно, такие. То есть, вот, например, вот в этом угадать семерку довольно тяжело. Вот это можно с четверкой перепутать случайно. Вот это с единицей можно перепутать. Да, вот, ну вот тут Ксения говорит, что сама свою единицу от семерки не может отличить. У меня тоже такое бывает, да. Ну, короче, в целом это не самая простая задача, потому что люди пишут немножко криво порой, как я, например, это делаю. Ну, значит, ну да, там, это, короче, Modified National Institute of Standards Technology. Ну, короче, да, это, видимо, там какая-то компания, которая это делала. Неважно. Короче, в этих данных картинки очень небольшие, типа там 28 на 28 пикселей. Ну, реально такие очень-очень маленькие. Их уже предобработали. Они черно-белые. Они отцентрированы. Ну, то есть гарантируется, что циферка по центру написана. Гарантируется, что у вас не будет картинки, где вот у вас, значит, вот изображение, и вот тут в углу двоечка написано. Нет, у вас всегда по центру написана эта цифра. Ну, и там в этих данных что-то типа 60 тысяч таких вот картинок. Хочется эту задачу как-то решить. По изображению понять, что за цифра. Ну, можно к этому делу применить полносвязную сеть. Все равно других мы не знаем. Давайте сделаем. Давайте возьмем и вытянем нашу картинку в вектор. Значит, как это делается? Вот смотрите. Вот у меня картинка, это по сути такая табличка из пикселей. То есть вот у меня вот мое изображение. Это вот такая табличка размера 28 на 28, у которой в каждой ячейке записано, ну, там, какой-то цвет. Это вот то, как картинки устроены. И, значит, давайте я просто пронумерую вот эти вот ячейки этой картинки, пиксели этой картинки, ну, в каком-то порядке. Там скажу, что это первый пиксель, это второй, это третий, вот тут 28 будет, вот тут 29, 30, ну и так далее. Всего у меня будет, значит, 28 в квадрате пикселей. И вот я их выпишу вот так вот по порядку. Тут 28 в квадрате, это... Можете посчитать кто-нибудь 28 в квадрате? Сколько это будет? 784, вот. А здесь что-то 127, косяк на картинке какой-то. Вот, их побольше. Ну, короче, вот так вот в ряд выпишу, значит, значение всех пикселей. Это будут мои входы. Да, с халявили, согласен. Вот, значит, дальше давайте я бахну два полносвязных слоя. Вот первый полносвязный слой, вот он. И, значит, у него каждый, значит, элемент зависит от каждого входа. И второй полносвязный слой уже для выходов. Значит, у второго полносвязного слоя будет 10 выходов. Вот они, вот они. И давайте я буду обучать мою модель так, чтобы вот когда я подаю, например, на вход единичку, у меня вот здесь было число побольше, типа там, не знаю, почти один. А в остальных были нолики. То есть я буду стараться обучать мою модель так, чтобы она выдавала единичку в том выходе, который соответствует числу на входе, цифре на входе. А вот Ирина спрашивает, три входа или это упрощение картинки? Это упрощение. То есть просто если бы нарисовали еще вот эти связи, и вот эти, и вот эти, тут бы, ну, просто такой вот черный квадрат получился бы. Поэтому просто не все ребра нарисовали, но они есть. Это полноценная полносвязная сеть. Вот, короче, вот такая модель. Как, по сути дела, она будет работать? Значит, смотрите, я могу сделать следующее. Я могу, например, взять вот этот нейрон и сказать. Ну, давайте с вами обсудим. Вот если у меня, например, единичка. Вот как думаете, какие пиксели обычно будут черными на такой картинке? В центре, да, что-то? То есть, ну, вот у единичек, у них вот здесь, да, вот в этой части, что-то будет вот такая палка. Но я могу взять тогда номера у этих пикселей в центре, вот выделить их. Вот этот, например, у меня центральный, вот этот центральный, вот этот центральный, и вот этот, ну, допустим, да. И сказать, что у меня вот этот узел будет суммировать с единичными весами только вот эти вот центральные вертикальные пиксели. То есть, у него вот для этих пикселей веса будут единички, а для остальных нолики. Значит, и получается, что у меня как бы нейрон, вот этот узел будет детектировать закрашенность вот этой вот вертикальной палки. Ну, вот хороший признак будет, да. А что еще может быть полезно, чтобы единицу найти? На какие еще вот паттерны стоит смотреть? Значит, Мария, сейчас вот мы, как бы, конечно, это нужно обучать, то есть это автоматически градиентным спуском должно находиться. Но сейчас мы хотя бы рассуждаем, что можно сделать этой сетью, да, вот что в теории вообще она может. Так, симметрию. Ну, вот симметрию сложно найти. Хвост, да, вот этот хвостик. Ну, да, то есть можно вот взять пиксели, которые вот где-то здесь стоят, и их, например, вот этим нейронам детектировать. Но проблема в том, что у меня вот как бы этот нейрон будет детектировать закрашенность конкретных цифр, конкретных, значит, точек, конкретных точек. И если у меня немножко сдвинется цифра, то все, я детектировать не буду. Ну, например, у меня вот есть восьмерка вот такая. И, допустим, у меня есть нейрон, который как бы смотрит на вот там пиксели, которые, ну, вот у этой восьмерки. Я эту восьмерку немножко пошевелю вот так, например, и все, тут уже другие совершенно пиксели закрашены, и у меня тот нейрон не среагирует. То есть получается, что такая вот нейросеть, она может только какие-то вот штуки неустойчивые к небольшим сдвигам находить. Это плохо, это тяжело будет тогда с таким работать. Так вот, Никита спрашивает, мы разбиваем не по пикселям, а по сегментам. Ну, типа того, да, типа того. То есть мы как бы каждым нейроном смотрим на какие-то характерные участки, да. И это вот не очень. У нас, да, гарантий нет никаких, совершенно верно. Да, 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 конечно. Да, можно ставить нежнюю часть, да, да. То есть получается, что вот в таком случае вот я могу какие-то вот паттерны фиксировать, но небольшой сдвиг цифры, все, у меня все сломает. И действительно, как бы даже, 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 если я смогу хорошо изучить задачу, все равно у меня получится много параметров. Вот смотрите, у меня 784 входа. Допустим, я делаю всего два слоя. В первом слое полносвязанном тысяча выходов, во втором слое 10 выходов. Считаю количество параметров, получается, ну, типа 800 тысяч. Это очень много. 800 тысяч параметров. У нас 60 тысяч примеров всего в обучающей выборке. И предлагается 800 тысяч параметров обучить по такому небольшому количеству объектов. Это будет тяжело. Вот, это не получится сделать. Но, тем не менее, если очень постараться, если там придумать кучу накруток, типа аугментации, про которые мы будем еще говорить, то можно. Вот есть статья, ее смысл не очень понятен, но, тем не менее. Там, значит, попытались, значит, выбить хорошее качество на МНСТе полносвязанными сетками. Ну, и вот, например, оказалось, что можно выбить ошибку в 0,35%, то есть очень маленькую ошибку. Вот такой архитектурой. Это получается 6 полносвязанных слоев. В первом 2,5 тысячи выходов, во втором 2 тысячи, в третьем 1,5 и так далее. То есть это жесть какая-то. И вот, значит, если вы такое сделаете, у вас будет 12 миллионов параметров. Это будет очень долго обучаться, вот столько там часов, и вы получите хорошее качество. Но это же ужас. Вот такую простую задачу решать такой гигантской моделью. Вот, ну, значит, получается, что это довольно такой гиблый подход. Применять полносвязанные слои для изображений – это ну такое. Так, на слайде было… Да, плюс 1 – это свободный коэффициент. У нас же полносвязанный слой – это типолинейная комбинация, плюс там кое-нибудь B. Это, да, свободный коэффициент еще добавлю. Ну вот, получается… Да, да, нелинейность была, конечно, нелинейность была. То есть получается, что сложно полносвязанными слоями работать с картинками. Много параметров, легко переобучаются, неустойчивы к небольшим там сдвигам, таким шевелениям картинки. Надо как-то с этим разбираться. Вот, Анастасия говорит разумную вещь. Может быть, данные с цифрами как-то центрировать, чтобы нивелировать положение в углах. Про это думали. Но настолько много способов написания каждой цифры, что очень тяжело придумать какой-то универсальный способ, который вот так вот вам выстроит эту цифру, что она уже будет вот точно как надо. Все равно вы можете как-то немножко наклонить, немножко там сжатия какое-то сделать, и вы эти все преобразования учесть не сможете. Вот, вопрос, значит, как же теорема о том, что два слоя могут приблизить любую функцию? Так нет, пожалуйста, приблизили. Вот, да. Смотрите, какая маленькая ошибка. Но это ценой гигантского количества параметров и обучения в течение там недели условно. Это слишком долго. Это неэффективно. То есть до этого добились, но это как бы мы не можем себе позволить вычислительное. Ну, здесь будет… Нет, смотрите, а вот с двумя слоями… Ну, окей, с тремя слоями тоже. С двумя слоями на самом деле тоже можно, но там, скорее всего, придется какие-то очень толстые слои делать, и там тоже будет дофига параметров и долго обучаться. Вот, да. Так, Ксения говорит, что можно паттерн искать. Можно, можно. Много идей есть, но мы придумаем лучше. Мы как бы придумаем способ покачественнее с вами сейчас. Вот еще Кирилл спрашивает. Лишние слои RELU сравнительно не сильно увеличивают время обучения в сравнении с полносвязанными слоями. Да, то есть как бы вот эти RELU слои нелинейные, они вообще без параметров. То есть они вам число параметров время обучения не увеличат. Ну, может, там чуть вычислений добавится, но это копейки по сравнению с тем, что у вас из-за параметра. Что значит последняя строка, где 9а? Ну, что, да, это 9 раз повторили слой в 1000 выходов. По-моему, так. Давайте, короче, придумаем что-нибудь получше. И вот получше подход называется свертки. Давайте я вам тут расскажу историю. Я вам обещал вроде в прошлый раз такое. Значит, обычно, когда говорят про сверточные слои, то пытаются как-то обосновать, что это не просто с потолка придумали, а это имеет некоторую биологическую подоплеку. И вот рассказывают такой эксперимент. Сразу скажу, что у меня сейчас будет какой-то вольный пересказ. Я могу немножко набрать там в дизайне, в том, что наблюдали. Поэтому вот, если что, внизу ссылочка, можете почитать первоисточник. Может, можете меня потом поправить. Кстати, я в прошлый раз еще вам наврал. Когда я говорил GPT-3, я его неправильно расшифровал. Я почему-то, я не знаю почему, но я был уверен, что это General Purpose Transformer. Это на самом деле расшифровывается как Generative Pre-trained Transformer. Извините. Это я к тому, что я врать вполне могу. Вы за мной следите. Значит, это так. Эксперимент давным-давно проводили. Взяли кошку и стали исследовать ее мозг. Ну, то есть кошка там все выжила, все хорошо, там никакого живодерства. Ну, ладно, хорошо, это, наверное, живодерство, но кошка там все после этого хорошо жила. Ее не калечили. Значит, известно, что вот в голове, в мозге есть такой визуал-кортекс. Это такая часть, которая, ну, типа отвечает за зрение. Она вот где-то в лобной доле находится, вот здесь спереди. Значит, взяли кошку и ей вот в этот визуал-кортекс воткнули электрод. Ну, этот электрод, он попал в какой-то нейрон. И дальше смотрели, этим электродом замеряли, как этот нейрон конкретный в визуальной коре реагирует на то, что кошка видит. Ей показывали какую-то палку. То есть перед глазами ставят вот такую, значит, просто палочку, и ее начинают, так же, первичная зрительная кора. Да, это правильное название, да, такое описание? Ну, вот доверяюсь вам здесь. Вот, значит, и начинаем наклонять эту палку. Когда палка вертикальная, реакции нет у этого нейрона. Палку начинаем наклонять, реакция появляется. И реакция максимальная, когда палка по диагонали стоит. Когда мы угол увеличиваем дальше, то палка уже, то этот нейрон не реагирует. То есть отсюда можно сделать вывод, что этот конкретный нейрон реагирует на какие-то диагональные формы, диагональные паттерны. Дальше, значит, там взяли другой нейрон, там про него оказалось, что он на цвет какой-то реагирует. Типа там белое, там, не знаю, показывают белый лист, он там реагирует. И вот, короче, выяснилось, что вот на такие простые штуковины разные нейроны вот в этой самой коре могут реагировать. Хорошо, запомнили. То есть, видимо, наверное, у нас оно так же. У нас вот отдельные нейроны есть в этой самой первичной зрительной коре, да, если меня не обманули в названии. И, значит, они как-то на какие-то паттерны простые могут отреагировать. А вот все мне говорят, что поэтому человеку нравятся произведения искусства, где много углов и геометических фигур. А, типа, потому что многие нейроны выстреливают, да, вот в этой коре, и мы, типа, удовольствие получаем. Примерно такое объяснение. Ага, прикольно, прикольно, круто. Вот, ну давайте, собственно, раз вот известно, что на какие-то паттерны такие простые можно реагировать, давайте мы придумаем какую-то аналогию. Значит, какой-то аналог, в смысле, математический. Ну, аналог называет, собственно, операцией свертки. Операция свертки принимает на вход какую-то большую табличку и принимает на вход фильтр. И то, и то это какие-то, ну, матрицы. Обычно фильтр маленький, там, 2 на 2, 3 на 3, а на входе большая табличка. И, значит, давайте определим эту операцию. Значит, чтобы свернуть в эту входную табличку с фильтром, я беру из входной таблички, вырезаю кусок в левом верхнем углу размером с фильтр. Вот вырезал. 1, 0, 0, 1. И дальше я просто беру вот этот кусок и фильтр и перемножаю их покомпонентно. То есть 1 умножаю на 1. 0 на 2, 0 на 3, 1 на 4. И суммирую. Ну, перемножил, просуммировал, получил 5. 1 на 1, 1, 0 на 2, 0, 0 на 3, 0, 1 на 4, 4. Получилось в сумме 5. Записал. Дальше я двигаю вот сюда мой квадратик. Беру вот этот кусок, 0, 1, 1, 1. И его умножаю на фильтр. Что получается? 2 плюс 3 плюс 4. Это у меня 9. Вот здесь у меня будет 9. Ну и так далее. Например, вот в какой-то момент дойду до сюда. У меня получится вот такая табличка. Тут 7, значит, сюда пойдет. А нет. Ладно. Ну, короче, я считать не очень умею. Вот. Нет, вроде правильно все. Да. Ну, короче, вот так я иду вот этим окошком. Скольжу по моей табличке. Перемножаю каждый раз фильтр на кусочек. И в итоге у меня заполняется вот эта выходная картинка. Вот. Такая вот операция. Видите? В результате я получаю вот такую табличку чуть меньше. Где записан результат свертки моего фильтра с каким-то куском входной таблицы? Так, что вы там обсуждаете? Ладно, это все обсуждение про геометрию. Рад, что вы про это заговорили. Так. Пробовали ли перемножать как матрицы кусок с фильтром? А вы имеете в виду, вот типа вот это, вот это как матрицу умножить на это. Ну, это не очень понятен физический смысл этого дела. Сейчас я расскажу, в чем смысл у этой операции свертки. А вот если матричное умножение тут делать, ну, это что-то загадочное будет. Все-таки непонятно для чего. Может быть, где-то это нужно, но не в наших целях. Итак, значит, получается, что вот что свертка делает. Вот смотрите, вот у меня фильтр такой, допустим. Вот он. У него на главной диагонали единички. Когда я его умножаю вот на такой кусок картинки, получается 2. Вот на такой кусок картинки умножаю, тоже получается 2. Вот на такой получается 1. Вот на такой 0. Что это значит? Это значит, что у меня фильтр реагирует на те куски, где есть паттерн с фильтра. То есть, если у меня есть вот такой диагональный паттерн, а здесь он есть, у меня значение большое, двойка. Здесь он тоже есть, двойка. Здесь он есть частично. Вот тут единичка есть, а тут ее нет, единичка. Тут вообще нули стоят, то есть нет диагонали. Тут 0 получается. То есть получается, что операция свертки, она пытается найти куски картинки, где у меня есть вот такой паттерн. И да, вы совершенно правы, это выглядит как линейный слой, только который использует не всю картинку входную, а ее кусочки. Это некоторая такая хитрая вариация на тему линейного слоя с большими ограничениями. У меня получается, что, например, когда я делаю свертку, у меня вот этот выход зависит не от всех входных пикселей, а только вот этих четырех. То есть это не полносвязный слой уже, видите? Это как бы хитрый способ уменьшить число, значит, ребер, число связей в полносвязанном слое. Вот. То есть получается, что свертка, она вот как бы ищет какие-то вот паттерны на моей входной картинке. Так, но как для различных кусочков изображения мы выделяем один миллион? А в этом мы на самом деле будем их много выделять, то есть пока, конечно, непонятно, как это использовать, мы до этого дойдем. То есть увидите еще, как мы много-много будем фильтров делать, чтобы находить какие-то сложные штуки. И да, да, Кирилл, правильно, чем больше похож элемент на фильтр, тем больше сумма, да, все так. Ну, тут есть красивая статья с архива, тоже с разными там визуальными объяснениями про свертки. Сейчас мы не будем в это погружаться, но можете зайти потом почитать. Вот. Как подбирать фильтр, про это тоже мы будем говорить потом. Мы будем их обучать. Но как обучать, дойдем. Вот. И еще одно важное замечание. Вот смотрите. Допустим, у меня фильтр ищет вот такие диагональные паттерны. У меня есть две картинки. На одной диагональка вот здесь справа внизу, а на другой диагональка слева вверху. Если я сверну вот эту картинку первую с этим фильтром, получу вот такое. И видите, максимальное значение по всей табличке 2. То есть где-то у меня есть вот этот паттерн. И здесь то же самое. Максимальное значение 2, только в левом верхнем углу. И получается, что если я сделаю свертку с фильтром и потом возьму максимум, то вот эта процедура, она будет устойчива к сдвигам. То есть свернуть и взять максимум будет давать один и тот же результат, независимо от того, где этот паттерн находится у меня на изображении. Вот это уже прикольно. Что получается, видимо, я как-то могу с использованием вот свертки придумать устойчивый к сдвигам операции. Размер фильтра и гиперпараметр? Да, это гиперпараметр. Но опять же, вы пока забегаете. То есть начальную картинку можно вертеть как угодно. Давайте пока запомним это просто. Ну и скажу, что, конечно, фильтры не то, что вы придумали там в диплёрнинге. Разумеется, нет. Разумеется, нет. Значит, мы можем посмотреть какие-нибудь классические учебники по компьютерному зрению, и там свертки были. Изначально свертки – это были такие процедуры, которые использовались для того, чтобы как-то что-то находить на картинке или немножко менять изображение. Например, вот есть такой фильтр Собеля. Вот он. Три на три. Если я с ним сверну в эту картинку, то я найду такие вот переходы по горизонтали. Он находит горизонтальные границы. Ну вот, например, видите, вот тут у меня какие-то перила. И вот, собственно, у меня фильтр Собеля как раз находит вот эти вот самые края, вот эти переходы. Вот. Вот здесь находит. То есть с его помощью можно было находить какие-то границы объекта. Есть, например, фильтр, который наводит резкость. Ну, эта вот фотография называется Лена. У неё там своя история. Можете почитать, ввести там Лена, компьютерное зрение. Много интересного узнаете. Вот. Значит, вот есть тоже фильтр некоторый. Ну, вот он тут, где у меня написан. Вот он. Который, собственно, делает более резкой картинку. Есть фильтр размытия. Размытие. Он вот такой. Гауссов фильтр. Ещё его называют. Нет. Нет. Гауссов. Нет. Нет. Гауссов был бы другой. Короче, фильтр размытия. Он вот такое делает. У него была такая картинка. Свернули вот с этим. Получили вот такую. Короче, фильтрами можно делать какие-то простые операции с картинками. Ну, вот, собственно, сюда это компьютерное зрение. Из компьютерного зрения потом в диплёрнинг это тоже проросло. И стали такие операции использовать. Ну, у нас уже времени осталось немного. Поэтому давайте сейчас мы с вами посмотрим быстренько на… Хотя… Давайте в следующий раз. Что я сейчас покажу вам эти формулы. Потом мы их забудем. Всё равно будем повторять. Давайте в следующий раз начнём с вами прям вот с формул для свёрток. Вот. А сейчас тогда я останавливаюсь. Мне, как раз, нужно чуть-чуть раньше уйти будет. И готов на ваши вопросы ответить. Показать верблюда. Но это не верблюд. Что-то другое. Так, ну что, вопросы какие-нибудь? В Телеграме вопросы не по курсу можно. Сейчас у меня время ответов в Телеграме немножко увеличенное, потому что я что-то в завал. Вот. Но можно пинговать. Добивайтесь от меня ответов, короче. Глубинное обучение – это подможество машинного обучения? Я считаю, что да. То есть машинное обучение – это вот про всё, что связано с подбором параметров в алгоритмах под данные. Здесь то же самое. Просто другие модели. А так принципы те же. Градиентный спуск тот же. Измерение качества – то же самое. Так что да. Я считаю, что глубинное обучение – это подможество машинного обучения. Слышали ли вы что-нибудь про формулу Таппера? Нет, не слышали. Есть ли эксперименты, в которых полносвязные слои заменялись на другие модели? Да дополно. Слушайте, мы как раз вот здесь будем с вами смотреть на свёрточные сети. И на самом деле они позволяют выбить качество там, где полносвязные слои вы просто банально не обучите. Вот. О, философский вопрос в чате. Совмещение учёбы с работой нормальная практика или не стоит? У меня есть ответ на этот вопрос. Значит, я вижу два риска в том, чтобы совмещать работу и учёбу. Риск первый. Не все люди многозадачны. Вот мне, например, тяжело переключать контексты. Вот если бы я вот занимался там в вышке чем-то и какой-то совершенно другой работой, а я так делал, это реально вот вам тяжело. То есть вот здесь куча проблем, там куча проблем. И вы, скорее всего, не сможете получить от учёбы всё, что можете, если вы будете работать. Если вы нормально переключаете контексты, то да. Но, скорее всего, у вас учёба сильно пострадает. Вы просто не изучите то, что могли бы изучить. Будете специалистами похуже. А второе, если вы работаете и учитесь, то высокие риски выгорания. То есть это такая прямо, к сожалению, частая история про то, что просто человек начинает не вывозить, нагрузка слишком большая, не хватает времени на отдых. В итоге становится неинтересно всё, и учёба, и работа. И к концу университета у вас серьёзная потребность в отдыхе, в психотерапии, в медикаментозном лечении, возможно. В этом ничего хорошего нет. Но есть и успешные примеры. То есть если вы понимаете, что вы легко переключаетесь между учёбой и работой, если вы понимаете, что это для вас не стресс, что вы спокойно это вывозите, можно, но главное не создать для себя слишком большое давление. Зато если на работе заставить обучать нейронки, то должен быть кайф. Ну, может быть, это упростит вам задачу. Ладно. Про лаборатории на ФКН рассказать. Ну, тут как бы лучше, мне кажется, сайты посмотреть, лаборатории. И если будут по ним... То есть прям заходят на сайт факультета, ЦСХСРУ, там есть странички лабораторий отдельных. Почитайте. А если у вас будут какие-то вопросы уже по конкретным лабораториям, то напишите мне, я проконсультирую. Просто в целом как-то я так не готов больше рассказ выдать. Так, картинка на мониторе отрисовывается формулой Тейлора, причём одной. Может, нужно вычислить нейронку на векторе коэффициента формулы Тейлора? Непонятно. В общем, не могу ответить. Можете мне написать в Телеграм, обсудим. Сейчас пока тяжело сказать. Так, вопрос про полносвязанные слои. Правильно я понимаю, что у каждого слоя, его матрица, одинаковые начальные веса в каждой строке. Правда ли, что выходы будут одни и те же? Ну вот да, если вы инициализируете там всё одинаковыми весами, то будет плохо. Поэтому обычно, когда вы инициализируете при обучении полносвязанные слои, вы стараетесь их там рандомно раскидать, весаете, чтобы разные нейроны у вас сходились к разным весам. Вопрос матфака. Зачем на ФКН курс лагебрической геометрии? У нас такой, а, ну типа факультатив у нас какой-то вы имеете в виду. Ну, чтобы душу отвести, порадоваться. Я тоже люблю почитать какие-нибудь штуки, которые непонятно зачем, но интересные. Я бы так объяснял. Ладно, всё, прошу прощения, мне пора бежать. Был рад пообщаться. Если что, пишите в Телеграм. Если не отвечаю, пару дней пингуйте. Хорошего вам окончания недели. Всё, до свидания. Был рад повидаться. Субтитры создавал DimaTorzok